Андрей Александрович Чуняев Небесный Египет. Загадки Черной Земли Это рецензированная монография Рецензентами выступили докторы исторических наук Александров Мой доклад называется Небесный Египет. Загадки Черной Земли Во-первых, хочу сказать интересные вещи Поскольку мы здесь все-таки Люди собрались с расширенным сознанием Хочу вам рассказать, что При издании этой книги Произошло интересное событие Когда издатель прислал мне уже готовую эту книгу На проверку, чтобы уже Отправлять ее в типографию И я сверил, что все было нормально Вдруг из типографии после того Пришла книга, в которой появились Случайные ошибки. Вот эти случайные ошибки Смотрите, загадки Черной Земли Вдруг вот в этом подзаголовке Появились две буквы З Которые исполнены древнеегипетскими иероглифами Очень странно появились эти вещи Потому что их кроме как вручную Внести невозможно. Причем Эта форма иероглифов египетских Она очень древняя. Ее нет в литературе Вы ее не найдете. Поэтому Издатели нам сказали, что они заменят Вести Рашубстит за свой счет Признают, что это их ошибка Но факт остался фактом Что вот эти две буквы З Сдвоенные две буквы З Они обозначают по-египетски Понятие «говорят» А на титульном листе Этой книги появилась еще одна такая же Странная ошибка В слове «небесный» буква С Была заменена на иероглиф «боги» И получается такая штука Боги говорят И вот эта фантастическая история Она произошла Объяснений ей нет Мы решили не экспериментировать С нашей типографией, потому что они не виноваты Ну объяснений, может быть, кто-то из вас Может быть, подскажет Надо было оставить как-то А мы оставили, да Мы оставили, да Мы не стали нагнетать И вот вы видите Перед вами книга Она как раз вот с этими ошибками Вы можете посмотреть В предыдущих докладах Мы уже говорили о понятии Что наш мир запрограммирован Если на простой язык переводить Это понимание То, что наш мир как бы идет По одному архетипу Или по одному алгоритму Этот алгоритм я в прошлые разы докладывал Он называется «Главный миф» И этот главный миф известен всем И каждому Вот посмотрите Перед вами таблица Это миф о сотворении мира Миф о сотворении мира Слева Это самый древний по форме миф Который знают только самые древние народы И справа Это самая новая научная гипотеза О сотворении мира Посмотрите Сравните сами Вы увидите Что абсолютно идентичные Даже до каждого слова модели Только в первом В обычном деревенском народном исполнении Миф этот представлен таким образом Что он переведен на объекты природы А в научном Он немножко как бы вынесен за пределы Земли И отнесен к проблемам космоса В Египте Как ни странно Древние формы мифа Не знают Самые древние формы мифа В Египте Отсутствуют Но еще более интересно То, что в Африке Отсутствует несколько первых форм Этого древнего мифа И начинается только с того момента Когда уже были построены Государственные образования По многим частям нашей Земли Поэтому это говорит о том Что Африка Это континент Который был заселен Совершенно недавно А Египет был заселен После того Как люди забыли Первую фазу Этого самого древнего мифа Древний миф По географии Локализуется В тех местах Где располагаются Северные широты Это от Москвы на север И на северо-восток У всех народов Которые проживают На этой территории Можно найти зачатки И полное исполнение Этого главного мифа Все, что касается Движения на юг Ни у одного народа Такого мифа не существует В этом главном мифе Существует первый И главный персонаж Он называется птица Та птица Который прилетел На молочную реку У нас это уточка В других мифах Гагара Еще какая-то птица В Египте Это просто птах Бог птах Это первый бог Который прилетел На молочную реку И начал взбивать Молоко Чтобы получить из нее Некое подобие Тверди Масло Которое преобразовалось Потом непосредственно В твердь В творог И творог уже Преобразовался В сыр Сыр дал нам Первого человека Это самая древняя форма Потом уже пошли Библейские формы С нее же Списаны с этой формы А так Именно эта Молочная форма Она самая-самая древняя Вот посмотрите Перед вами Бог птах В правой стороне Видите У него даже Перья На его костюмчике Нанесены Если внимательно смотреть Вот кстати Та уточка Про которую я все время говорю Вот ее изображение В виде культурного ковша Вот ее голова Даже этимология Египта Она связана Именно с этим мифом И многие Этимологи Расшифровывают Египет Именно так Как храм птаха Что интересно Санкт-Петербург Переводится примерно так же Санкт-это священный Питер-это птах Птица Вовсе не камень И бург-это берег То есть берег Священной птицы Абсолютно такой же перевод Египет Никогда не был Земледельческой страной В древности И когда нам говорят Времена каких-то Допотопных Что египтяне Придумали за земледелие Это все ложь В этой книге Я проанализировал Все злаковые И другие Растения Которые возделываются Сегодня И возделывались В древности И вы прекрасно увидите И можете провести Такой же анализ Сами Что в Египте Не было этих растений Они появились Совершенно поздно И Египет Не возделывал Никакой земли Все это Сказки Как говорится Серого леса Первый, второй Тысячелетия До нашей эры Это неолит и бронза Смотрите Какие игрушки стали Уточка превращается В лося Вот эта уточка Про которую я говорю Она на Руси Называется Макош Это мать космоса Мать судьбы Мать коша Жребия И ее первое изображение Известно у нас В костенках Примерно в сороковом Тысячелетии До нашей эры А позже Она начала Уже расходиться По миру И в восьмом Тысячелетии До нашей эры Она начала Расходиться По южным И восточным И африканским Территориям Вот вы видите Вот эти изображения Это примерно Седьмое Третье тысячелетие До нашей эры Это трипольская культура И дальше Такие же Аналогичные Абсолютные Изображения Пошли уже В будущий Древний Египет В будущую Месопотамию В будущий Шумер В будущий Восток И так далее И все это Преобразовалось Вот эту двоичную систему Велеса и Еги Это масонский символ Который вы знаете Но прародительством Этого символа Были как раз Те трипольских культуры Одно из них Вы видите Вот даже система Это нарисовано на груди Из белого камня Вы видите В середине Тоже все еще Уточка Под восемнадцатым номером Опять та самая уточка Видите Ее шею Расколотой Самым главным Пониманием О древности Египта Является Рубеж 1500 года Почему этот рубеж Образовался Потому что до него Мир воспринимался Как полярная система Координат Когда была Одна гора Мы ее называем Сегодня гора Миру И от нее Уходил луч А вектор Который указывал Положение Подвижного Эдема Вот так вся система Крутилась И она Складывала В головах У людей Своеобразное Мировоззрение Мировоззрение Это захватилось К тому Что люди Воспринимали Более близкие Предметы Меньшими А дальние Большими Это так называемые Обратные перспективы Которые зафиксированы У нас в различных лет Песнях И так далее После 1500 года Эта система Сменилась на Декартовую систему Которая Вывернула Мировоззрение Люди Стали воспринимать Окружающий мир Обратным путем И вот смотрите До 1500 года Вещи Которые построены Ну например Вот картиночка Перед вами Или Москва С ее округой Они все были построены В центростремительной В полярной системе Координат В то же время Строились и города Которые мы называем Звездные И именно по этой системе То есть они строились По полярным законам 7-2 тысячелетия Это неолит бронзы И вот она опять Это птица-уточка Она здесь еще Опять же В утином Таком представлении В то же время Существовала и астрология Астрология Это наука Которая Описывает расположение Географических звезд На поверхности Земли К небу Она никакого отношения Не имеет Астрология древности Никаких созвездий Никаких планет Не описывала Вы можете это сами понять По крайней мере Из того что Все планеты Которые нам известны Почти все Они были открыты Только в 17-18-19 веках Поэтому Никакой астрологии Говорить просто не приходится А созвездия Получились на небе Совершенно другим образом Так вот Перед вами На картиночке Фрагмент карты С той самой Звездой Которые направления Которые были Разбросаны По всей территории Земли Видите Здесь крупные А вон там Две более мелких И одна Вот вырезанная Звезда направлений Именно в полярной системе Координат Это карта До 1500 года Здесь вы видите Календарь разбросан И все направления указаны В той же самой системе Вам известна Хорошо карта Фрагмент который Представлен Тоже в полярной системе Координат Она тоже давала нам Круговую землю В виде плоского диска И вот с одной Из сторон этого диска Та сторона Которая представлялась Иным светом С этой стороны У нас находились Те самые известные Велес и Ега Которые олицетворяли Процесс перехода От нашего мира К тому миру Потому что В этот промежуток времени Встала эта проблема Как перейти на тот свет И голова Ее прорисована Очень хорошо Здесь она как коршун Или какая-то другая Водоплавающая То есть где находится Тот свет То ли у нас под ногами С той стороны земли То ли у нас Где-то в космосе То ли у нас Где-то в небе То ли у нас Какой-то под водой То ли где-то еще И вот этот момент Перехода на тот свет Он обозначал Всегда Велесом и Егой Ега это Японим Египта И Египет Называется именем Бабы Егей Египет Это та древняя богиня Которая Олицетворяет прием душ На том конце Моста Велес это единственный бог Который имеет возможность Проходить по этому мосту Туда и обратно Вот посмотрите Слева от вас Тоже Яга и Велес В таком изображении В Египетском А это на мосту В Санкт-Петербурге Декартовая система Координат Вывернула систему Наизнанку Как состоялась Декартовая система Координата С полярной системой Координат У полярной системы Одна точка У Декартовой Они разрезали Эту систему На четыре части И каждую из четверть окружности Переместили Как показано Таким образом Или вот таким образом И получилось так Что точка зрения Человека Сместилась Совершенно другой То она была изнутри И мы смотрели Как бы изнутри Какого-то шара Наружу И у нас расходились Лучи И наше сознание Перерабатывало То что мы видели В такой вид Как было На обратной перспективе Вдруг когда мы Порезали Вот таким образом Координатную систему То мы как бы Оказались вне нее И наше сознание Ее перевернуло И мы стали видеть Те объекты В которых мы внутри Находимся В виде вот этих глобусов Вот кстати Первый глобус Он как раз был В 1500 году Сделан Это примерно Тот же самый сюжет Как вы сегодня Видите камеру Которая называется Рыбий глаз Она тоже Плоскость Заворачивает В такую сферу И вы в принципе Видите перед собой Сферу Она за вас Делает работу Разума И не разум ваш Заворачивает Вот эту плоскость А именно Сама камера Миф этот Родившись в Палеолите Он продолжает И в Неолите И в Бронзе И в Мезолите Существовать И процветать 1500 год Он как раз И пришелся Как начало Падения Этого ледникового Периода Которым вы знаете Может быть Это был Кстати И общеземной Процесс Потому что Вот этот график Малоледниковый период Он зафиксирован Всеми И по нему Уже достигнут Консенсус И в 1680 году Эта система Пришла К максимальному Похолоданию И уже В 1680 году Даже карты Географические Перевернулись Смотрите До 1680 года Карта была Вот так Видите Линия Синусоидальная Обратите на нее Внимание Это линия Реального Экватора У нас Земля Наклонена И вот Эта вот Секущая Плоскость Она дает Нам вот Такую Синусоиду А после 1680 года Синусоида Поменялась Свою Полярность И самое главное Обратите Здесь Внимание Что до 1680 года Северная Америка Была Подо Льдами То есть И на нашей Территории Верх Был Этой Синусоидой То есть Температура У нас Были Более Теплые Чем Сегодня Чем В это Время Поэтому Когда Многие Исследуют Например Те вещи Что у Нас В Твери Шелк Делали Арбузы Там Где-то Пальмы Находят В Москве Это Было Возможно Следствием Вот Того Более Теплого Периода Как Произошло Смещение Этой Картинки Я вам Покажу Это Дреев Магнитного Полюса Вот Вы Видите Который С 1600 Года До Сегодняшних Времен А Это Предположительно 1500 Год Где Находился Северный Полюс В 1500 Году Именно По этой Причине Вот Видите Где Черно Показано Именно По этой Причине На Предыдущих Картах Именно Вот Здесь Было Похолодание Это Был Как раз Тот Самый Ледниковый Период Здесь Стиль В искусстве Они Точно Повторяют Все Эти Фазы Про Которые Я Сейчас Вам Говорил Я Не Буду Долго На Них Останавливаться И Вот Почему Самое Главное В этом Мифе Полярных Представлениях О земле В древних То Что Полярная Система Координат Представлена Юлианским Календарем И Она Вращается Она Постоянно Вращается Те 0-24 Дня Которые Потом Прибавили В Григорианском Календаре И Застопорили Этот Календарь Они В древней Системе Являлись Показателями Веков И Тысячелетий Когда Календарь Вертелся Вращался Вокруг Полярного Центра Он Постепенно Перемещался На Даты Расположенные Более Ранее По Календарю Это Явление Известное И Называется Явлением Прецессии Вопрос Только Стоит По Размеру Это Явление Сегодня Установлена Дата 25920 Лет Ну Или Там Похожие Цифры Я Рассчитал Эту Дату У Мне Получилось Так Что Это 259 Лет Две Десятых Года На То Что Система Поворачивается На Четверть Круга Это Волосовская Культура Супер Культура Была 10 Или 12 Областей Занимала Опять Уточка В середине Мелкие Три Штучки И Теперь Самое Главное Вот Этот Момент Поворота Он Во всех Религиях И во всех Мировоззрениях Отражается Понятием Ну Так Чтобы Вам Было Понятно Пасха Новый Год Поэтому У нас Все Время Меняется То Первого Марта Был Новый Год То Летом Был То В сентябре То Сейчас В декабре Вот Эта Смена Новых Годов Пасха Или Других Праздников Аналогичных Русалий Калят Купал Это Как раз Следствие Того Что Система Неба Именно Календарная Система Она Поворачивается Над нами И все Время Меняет Своё Положение И по Месту Положения Этой Системы Можно Узнать Точный Какой Сегодня Год Но Это В Григорианском Календаре Григорианский Календарь Исключает Такие Возможности И позволяет Вводить В эту Систему Любые Фальсификации Годы Эры Тысячелетия Любого Количества Григорианский Календарь Не позволяет Таких Манипуляций Делать И вот Вы здесь Видите Камень Бен-Бен Который Олицетворяет Как раз Переход По тому Мосту Про который Я говорил Только здесь Мостом Является Указатель На тот Самый Новогодний Праздник Условно Говоря Или на Праздник Пасхи Это Непосредственно Сама Пасха Это Вот Уже Камень Алатырь В виде Этой Пасхи Который Помещен Уже В центр Сегодняшней Концепции На Северный Полюс Ну а Это Москва Уже Сама Как Камень Алатырь Эта Система Она Развивается Постоянно То есть Сначала Это Была Какая Точка Потом Это Все Стал вопрос Только В 17 Веке До 17 Века Вообще Об этом Вопрос Даже Не стоял Опять Баласовская Культура Опять Вот Они Уточки Вы Видите Известные Все Вот Эти Находки Самое Главное Что К 17 Веку Только Созрела Система О Четырех Полюсах Мира Восток Запад Юг Север До 17 Века До Конца 16 Века Люди Находились Еще раз Повторю В полярной системе Координат У них Не было Понимания Четырех Сторон Света Поэтому Например Когда мы Открываем Ветхие Заветы Там Написано И посадил Бог Эдем На Востоке Вот Чтобы Это Написать Нужно Чтобы Был Восток Чтобы Было Понятие Востоке А понятие Востоке Появилось Вот Прям Первые Срочки Библии Понятие Востоке Появилось Только 16 И Конец 16 17 Века Вот Про Что Идет Речь Системы Пирамид Они Во всех Территориях Одинаковые Принцип Один и тот же Так называемые Хранители Я условно Говорю Они Всю эту Систему Прекрасно Знают И Блюдут И поэтому До последнего Время До 90 Годов Например Вся эта Система Четко Отслеживалась По всему Миру И Четко Памятники Ставились Только В соответствии С ней Вот Тут был Разговор Про Ленина Предсказание Насчет Ленина Ленин Это как раз Та структура Которая Является Одним Из Участников Этого Главного Мифа И Просто Переиначенный На советский Момент Но Это не Живой Человек Это Человек Который Описан В этом Мифе А уже Живого Человека Под него Подогнали То есть Взяли Специального Человека У него Может быть Какая-то Жизнь Была Да его звали Володя Возможно Но его Нагрузили Уже Дополнительными Мифологическими Соответствиями Чтобы он Соответствовал Этому Главному Мифу Серпы Различные Двуголовые Орлы Будущие Видите С двумя Главами Птица Макош Мы ее Еще встретим Видите Здесь Все это Идет Взвешивание Процесс Взвешивания И По рассказам О Египте О древности Египта Вот эта штука Чтобы она Работала Нужны Весы Весы Многие Здесь Физики Понимают Весы Взвешивают Вес Вес Это произведение Ускорения На массу Массу Изобрел Ньютон Поэтому Чтобы Вот это Нарисовать В древнем Египте Нужно было Сначала Придумать Ньютона Который Придумает Массу Без массы Вес Получить Невозможно На древних Базарах И рынках Никогда Не продавали Вещи На вес Всегда Продавали На количество 40-40 Бочка Селедки Ящик Яблок И тому подобное Не продавали На вес Вес Появился Только В 18-17 Веках Поэтому Вот эти Картинки Разоблачают Древность Египта Вот это Та самая Дела Про которое Я говорил Здесь тоже Известные вещи Я к чему Эту картинку Привожу К тому Что картина Неба Все время Вращается В 981 Году Египет Как вот эта Точка Удаленная Точка Вращения Был В районе Печоры Вот вы видите Поклонение Потом Он переместился Непосредственно В Египет К 1500 Году Была стадия В 1240 Году На востоке И потом Постепенно В центр Пришло Но вы видите Что картинки Даже вот В Волгограде Картинки все Одинаковые Потому что Это один и тот же Миф Он отношения К истории Не имеет никакого Он маркирует Положение Египта Как страны Того света Мифологической Страны Того света Это Серовский Могельник На восток уже До китайцев Еще несколько тысяч лет И вот те Нефритовые кольца Я о них писал В своей книге Ну и наконец Почему Египет Называется Страной Бабы Еги Потому что Ега Это единственная Богиня Которая занималась Формированием Того света Если вы посмотрите Все мифологии Она занималась Только она Больше других Богов не было Просто вам Она известна Немножко под другими Именами Например Вот это Это Баба Ега Но она По-египетски Называется Исида А вообще Изи Изи Это и есть Ега Просто написание Под рукой Посмотрите Этимологов И увидите Что я прав У Аджет Тоже Ядзе Это чисто Произносительные Проблемы Но система Одна и та же Вот у нее На голове Обратите внимание Головной убор Она же И кто знает Кто знает Что у нас На большом Сфинксе Наверху Есть такая Посадочная вещь Куда должен был Крепиться Какой-то еще Момент И она заделана Таким диском Не знаю Ну и русская кичка Например Вот эта русская кичка Она повторяется Сегодня Сегодня в молодежи Ходит то же самое С двумя рожками В шапочках И эта мода Не пропадает никогда Она была И в средние века И в Европе Вы ее найдете И на востоке И во всех странах Абсолютно Смысл этой моды Здесь стояло То же самое То что Это богиня-мать Богиня-мать всего Как ее называть Вот Ягана Или Исида Это дело десятое Бронзовый век Третье, второе Четвертое тысячелетие До нашей Шестьдесят сорок тысяч лет Да Трипольская культура известная В окончании Замечу Что вот эта книга Она сделана В жанре Аналитическая история Это Я пытаюсь Впервые провести Такой жанр Не знаю Может быть он существовал До меня Смысл этого жанра Заключается в том Что нужно сначала Для датировки Какого-то древнего государства Нужно сначала Выявить определенные Логические Какие-то маркеры После которых Мы можем говорить Древнее государство Или не древнее Как только мы видим Пирамиду с четырьмя Гранями Ориентированную На восток На север И на юг Мы сразу говорим Что это Сооружение Семнадцатого века Почему? Потому что Чтобы ориентировать На север и юг И с четырьмя гранями Создать строение Нужно знать Декартовую систему Координат Спасибо Вот они эти макоши Переделанные уже Под новую моду Если первые макоши Были Тридцатого Сорокового Тысячелетия Они были Очень пышными По формам То вот это Уже стали Очень худенькими Такими Красивые Трипольская культура Относится к культурам Крашеной керамики Расписной керамики Вот такого плана Культуры Уже расселились По всему миру Они были Первыми Для всего мира Майкопская культура Она примерно К такому кругу Культуры Относится Взаимодействовал С древнеегипетской Культурой И на майкопской Культуре Были найдены Некоторые вещи Которые Были произведены В Египте Поэтому торговля В этот промежуток Времени А это по-моему Четвертое Тысячелетие До нашей эры Она В этом плане Уже Существовала